У нас в студии очень интересный гость, продюсер-композитор Андрей Сигли. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Андрей, год российского кино начался в этом году. Вы почувствовали уже это на себе каким-то образом? Да, у нас каждый день праздник, каждый год праздник. Так что кино — это такое искусство, в котором нельзя без радости, без открытого сердца, без восторгов. А сейчас зрителям не захочется на работу идти, мне кажется. Я была удивлена, была удивлена очень, что оказывается именно композитор, кинокомпозитор, да, это совершенно отдельная профессия. И вы, Андрей, насколько я знаю, учились специально, да, на... Да, учился в Швеции, в Гёте-Борге, в Швецкой Королевской Академии. Учился киномузыке, было давно-давно, после этого столько воды утекло. Но в России такую профессию не выделяли, да, отдельно? Нет, нет, я учился в консерватории в нашей питерской, в Ленинградской, как пианист, а потом поехал учиться туда. Работал долго в кино в качестве композитора, в качестве аккомпаниатора, в качестве музыкального оформителя. Это была очень серьёзная работа и очень интересная. Многих людей повидал, интересных, и режиссёров, и коллег-композиторов. Многому учился и до сих пор учусь. Вот мы видим, да, небольшой отрывочек как раз из такой импровизации. Это к какому фильму? Это к фильму «Хармс», да. Вот как раз фильм «Хармс», и мы сейчас о нём поговорим, который в 2015 году был снят, в 110-летию Даниила Хармса. Расскажите о нём немного. Об этом фильме? Да. Снимали весь 2015 год, юбилейный для Хармса. 30 декабря ему исполнилось 110. Фильм, первый фильм художественный про него, хотя очень много было документальных фильмов. Но вот такое художественное воплощение – это первое, да, биографический фильм, фильм осмысления, его творческой фигуры, его жизни, его любовных историй, его трагической смерти. Вы знаете, что он умер в ленинградских застенках во время блокады. Так что оцениваем его со всех сторон – с творческой, с художественной, с житейской. А почему решили обратиться к нему, к такой личности? Потому что 110 нет. С одной стороны, нет, нет, нет. Не только поэтам. Не только же это, например. С одной стороны, это… Серова тоже 150 было в прошлых годах. Да, настольная книга всегда была в школе. Козьма Прутков и Даниил Хармс всегда сопровождалась. Кстати говоря, в школе мы с упоением читали все его рассказы о классиках, да, как вы помните, Ф.М, Достоевский, Леха Талаевича. Толстой любил детей, да, 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 да. Но он то, что называется, прикольный такой. То есть в любом возрасте его можно открыть, почитать, да, как… Абсолютно вне времени писатель. Да, вы знаете, он не только прикольный. Этот писатель создал целое направление в искусстве и огромное количество последователей у него. И хочу сказать, что он очень созвучен нынешнему времени, почему мы и начали с ним работать, потому что нынешний абсурдизм нашей жизни, он абсолютно созвучен. Некий фьюжн такой, всего, чего только можно. Да, созвучен. Точно, точно. Коммунисты крестятся в церквях, церковники, соответственно, прославляют Иосифа Сергеевича Сталина и просто какие-то странные вещи. Владимир Ильич Ленин лежит на Красной площади, захоранивает останки царской семьи. То есть абсолютная дезориентация в пространстве. И Хармс очень удачно этим пользовался и отражал в своих произведениях. А сегодня на новой сцене Александринке проходит поэтический концерт, да? Расскажите про него. Да, это некий перформанс. Некий перформанс. Это вообще такая передовая прогрессивная площадка становится в городе. Там будут стихи, там будет театральная небольшая постановка, там будет музыка, какие-то личные вещи Хармса. То есть абсолютно такая феерия Хармсовская. В стиле Хармса, опять же. В стиле Хармса, да. Стараемся воссоздать эпоху, напомнить о нем, не знаю, воссоздать атмосферу его произведений. Вот такой вечер. Возвращаясь к теме года российского кино 2016-го, что будет у вас? Что планируется? Какие проекты, с кеми режиссерами? Может быть, уже есть наметки? Да, да, да. Константин Лопушанский. Мы, безусловно, будем с ним делать картину. Уже работали вы с ним? Да, да, да. Давно уже работаем. И в качестве композитора я с ним работаю, и в качестве продюсера уже. С Ириной Евтеевой мы делаем очередное кино. По Хлебникову, 4К называется. Будем делать кино, пока не буду раскрывать его содержание, посвященное юбилею, 100-летию революции. Вот так что... Профессия, вообще профессия продюсера, кинопродюсера в современной России, насколько она сложна, и в чем она заключается? Найти деньги, продать потом картину, убедить Госфильмфонд выделить из казны. Ну, вы, собственно, все и сказали. Тут и добавить-то нечего. Главная задача продюсера найти деньги, а потом по возможности их вернуть. Насколько охотно и откуда берутся деньги на современное русское кино? Это частные лица? В основном это поддержка Госкино, и в основном так живет наш кинематограф. Может быть, от того и не развивается. И, собственно говоря, и прокат тоже живет. Вы какую вещь сказали, да? То есть вот так прикормлено, и поэтому... Да, 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 абсолютно. Работать и не нужно. Очень малое количество этих фильмов вообще видит зритель. Очень мало этих картин доходит до мирового зрителя, еще меньше. Так что, по мне, помощь государства, с одной стороны, хороша. Ну, она должна быть очень целенаправленно и дозированная. Развращает, что называется. Да, да, да. Она должна помогать молодежи, должны сниматься фильмы ребят, которые не имеют еще возможности и не имеют себе имени прийти и получить государственную поддержку в Госкино, потому что, ну, за них никто слова не замолвит. А в итоге отдают мэтром все равно, да? Да, у нас есть восемь мейджоров, как вы знаете, которые получают львиную долю всех субсидий, которые считаются, что снимают то, что нужно нашему кинематологу. Ну, на фоне того, мы знаем все, что авангардное кино, его как раз сложнее всего раскрутить, вы все-таки беретесь в основном за такие фильмы, за работу, в общем, с таким непростым материалом, да, с режиссерами, которые, в общем, не так известны, может быть, широкому зрителю, как вот те, о которых вы только что упомянули. Не боитесь? Нет, дело в том, что это и есть моя профессия. Я работаю в кино артхаусном, я работаю с режиссерами, которые создают авторское кино, и это, безусловно, произведение искусства. То есть есть кино развлекательное, есть кино для широких масс, есть кино, которое заставляет задуматься. Это большой труд смотреть такие фильмы. Ну, оно заведомо некоммерческое. Да, скажем так, да. Ну, Андрей известен еще и как человек, который работал с Александром Сокуровым над несколькими фильмами, да, и которые стали известны мировому зрителю, в общем, всем абсолютно. А если предложат, допустим, вот коммерческий какой-то проект развлекательный за очень большие деньги, прямо откажетесь из принципа? Нет, нет, конечно. Это моя мечта, к сожалению. Я не очень хорошо знаю, что такое коммерческий проект, я не знаю, что требует наш зритель, я не знаю нашего зрителя и не боюсь в этом признаться. И думаю, что большинство продюсеров не знают, это такая для нас, что это за человек, который приходит в кинотеатры, что он хочет увидеть. Почему одна картина по совершенно таким же параметрам с другой получает огромные барыши, другая проваливается. Вот я этого секрета не знаю. И скажу вам, что многие прокатчики тоже не знают. Это такое блуждание в потьмах, такое казино такое. На ощупь. Андрей, ну дай бог открыть вам этот секрет. Увы, выходит наше время. Продюсер Андрей Сигли у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо.